Заторы и пробки на дорогах стали настоящей головной болью современных мегаполисов. И умные города не исключение. Власти то и делают, что тратят колоссальные бюджеты на строительство различных развязок. Однако полностью или частично ликвидировать пробки или разгрузить дороги удается ненадолго. Тут же возникают новые, требующие очередных серьезных затрат. А все почему? Да все потому, что людей за рулем становится все больше и больше. А градостроители просто не поспевают за автолюбителями. Однако отступать и сдаваться никто не намерен. Лучшие умы проектируют многополосные магистрали, вместительные мосты, подземки и обводные пути. Здравствуйте, меня зовут Алгат Куспаев. И сегодня программа «Умный город» едет в самый густонаселенный мегаполис страны. Туда, где количество автомобилей практически сравнялось с местным населением. Субтитры создавал DimaTorzok Перегруженность транспортных путей Алматы давно уже набила оскомину местным властям. Сегодня в резиновом мегаполисе вместо положенных 300 тысяч машин зарегистрировано вдвое больше. Плюс еще более 300 тысяч иногородних автомобилей. Похоже, что совсем скоро количество транспорта превысит численность местного населения. Городоначальники искренне надеялись, что бесконечные пробки вынудят алматинцев отказаться от железных лошадок и пересесть на общественный транспорт. А еще лучше на велосипеды. Аким даже на личном примере постоянно показывает, как нужно крутить педали. Однако заторы и пробки никуда не исчезли. А значит, нужно каким-то образом вместить миллионный поток машин. За последние только годы местные водители обкатали 13 свежих развязок. К 2018 году власти Алматы планируют построить еще 20 новых транспортных развязок. Первые 5 запустят к зимней универсиаде. А остальные 15, надо полагать, сдадут после. За последние несколько лет на автодорожную инфраструктуру городской Акимат потратил более 200 миллиардов тенге. Только в прошлом году ушло порядка 50 миллиардов. На эти деньги отремонтировали 200 алматинских улиц и еще полсотни присоединили к мегаполису. А в нынешнем году городостроители должны пустить транспорт сразу по трем свежим развязкам. В городе Алматы в настоящее время существует более 30 транспортных развязок. Больше 20 из них построены в последнее время 8-10 лет. Они все расположены на пересечении крупных магистральных улиц. В принципе, свою нагрузку, вот то, что на них возложено, они в частности справляются. В городе принята и утверждена программа развития магистральной улично-дорожной сети города Алматы до 2018 года, согласно которой осталось построить 4-5 транспортных разгазок, пробить несколько улиц магистральных. По этой программе все это, в принципе, запроектировано, строится, держится на постоянном контроле у Акима. Но по завершению этой программы появится новая программа, нет предела совершенства. Градоначальники прокладывают транспортные пути таким образом, чтобы основной поток автомобилей вывести из центра мегаполиса на окраины, а еще лучше и вовсе за пределы городских границ. Пять развязок, которые планируют построить до 2017 года, как раз-таки должны серьезно разгрузить центральные дороги Алматы и значительно улучшить экологическую ситуацию. В ближайшей перспективе открытие этим летом развязки на улице Тулеби, которую пробили до восточно-объездной автодороги. На все про все ушло 24 миллиарда бюджетных тенге. Почему именно пробиваемая Тулеби восточно-объездная дорога? Когда построили восточно-объездную дорогу, она протяженностью 7,8 километров, так получилось, что она не связана с центром города. И как-то, чтобы увязать центром города, принято решение построить, пробить улицу Тулеби до восточно-объездной дороги. Проект хороший, протяженность 2 километра, здесь вот транспортная развязка, потом идет автомобильный туннель, и за ним следует такой хороший длинный мост на улице Арманово. На всем протяжении работы ведутся, работы по сносу практически на настоящее время завершены. Но, как я уже сказал, в сентябре месяце планируется организовать движение, и к концу года полностью сдать данный объект в эксплуатацию. Чтобы избавиться от заторов и пробок, местные власти даже готовы сократить количество светофоров и пешеходных переходов, расположенных на одном уровне с дорожным полотном, за счет подземных и наземных переходов. Несколько лет назад ситуацией на дорогах Алматы занялись настоящие ученые. Лучшие умы целого НИИ изучили пробковую проблему и подсказали местным властям, в каком районе, сколько и чего построить. Специалисты по транспортным коммуникациям определили наиболее загруженные участки дорог и предложили даже кое-где убрать светофоры. Городоначальники с учеными спорить не стали. Напротив, даже согласились разрешить водителям выжимать не ограничительные 60, а все 80 километров в час. Но прежде на этих участках дорог построили надземные пешеходные переходы. В общей сложности на прокладку новых автомагистралей, строительство развязок и воздушных переходов местные власти потратили более 260 миллиардов казенных тенге. До середины 2015 года в Алматы намерены построить более 30 наземных переходов, в том числе 4 в составе транспортных развязок и 4 в метрополитене, плюс 14 переходов градостроители проектируют на следующий год. В общей сложности за 7 последних лет в Алматы построили около 70 пешеходных переходов. Полицейские города только за воздушные и подземные переходы. Благодаря умному решению количество ДТП с наездами на пешеходов пошло на убыль. Все пешеходные переходы строятся, проектируются и строятся на тех магистралях, где количество полос превышает 4 полосы. Разгрузить мегаполис должна и большая Алматинская кольцевая автодорога. Протяженность составит 65,5 километров. Ее строительство началось прошлым летом и разбито на три этапа. Срок сдачи в эксплуатацию – год универсиады. Новая дорога охватит город полукольцом. Своё начало она возьмёт с верхней трассы, пересечёт такие важные магистрали, как Алматы-Астана, Алматы-Ташкент, Алматы-Усть-Каменогорск и Кульджинский тракт. А закончится в Толгаре. Большая кольцевая будет шестиполосной, по которой в сутки смогут колесить более 40 тысяч автомобилей. Там ещё построят 14 мостов, 8 развязок и переезды через железные пути. По мнению полицейских, развязки не только разгружают город, но и сокращают число аварий на дорогах. В конце июля наконец-то станет известно, кто примет у себя зимнюю Олимпиаду 2022 года – Пекин или Алматы. Наши шансы велики, говорят в Международном олимпийском комитете. Картину портит только смог, который пеленой накрывает мегаполис. Улучшить видимость, а заодно и разгрузить центральные артерии поможет Большая кольцевая автодорога, строительство которой уже началось прошлым летом. Однако горожане не унывают. Для них уже открыли несколько обводных скоростных путей, где уж точно не застрянешь в пробке. Мы их тоже обкатали и незамедлительно отправляемся на поиски новых умных решений в умном городе. Так что ждите нас в эфире телеканала 24КЗ или ищите на сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова